I have ways of blowing things off. Нам предлагают как-то забраться наверх, чтобы ошарашить коня, чтобы он нас не легнул. Вообще такая себе дуэль, кот против лошади. Но все же, как обычно, да, эта игра не началась с того места, где мы ее закончили. Мне пришлось, я сейчас еще подумал, что это глюк текстуры, а это просто разобранный грузовик, скорее всего, без движка. Хотя, или это глюк текстуры только что был? Это может быть. Значит, что я заметил, пока я сейчас пересматривал ролик о том, как док приезжает сюда в порт и всякое такое. Он ездит на Кадиллаке, причем присутствует как значок, так и надпись Кадиллак на борту. Что означает, что или разработчики все-таки договорились. Просто обычно разработчики в играх пытаются прятать всякие детали, переименовывать машины, оружие, чтобы избежать возни с лицензией. А здесь то ли разработчики договорились, то ли, не знаю, они просто ожидают, что к ним не приколупается Кадиллак. Кстати, раз уж машины здесь настоящие... Я видел там лестницу наверх, да. Я вот думаю, что мне теперь с ней делать. Тут огромная территория для исследований. Вот, пожалуй, сейчас, вот сейчас, вот сейчас, тот самый первый раз, когда я, пожалуй, немножечко жалею о том, что крутые КТ не бегают. Вот, крутые КТ только ходят пеша, очень брутально и мощно. Сюда я никак не загляну. Видимо, нет. Хорошо. Давайте мы тогда глянем еще вот здесь. Тут у нас какие-то склады. Как бы мне сейчас случайно не обойти вокруг этого здания и не попасться к этому самому коню, блин, под револьвер. Тут ящики, тут есть погрузчик. Зачем мне погрузчик? Он мне нужен? Серьезно? Кутаешки, не надо кутаешки, я не хочу. Погрузчик управления, держите. W, двигаться вперед, S, чтобы двигаться назад, AD, смена направлений, О, К, А, Д. Вопрос. Зачем? Что я собрался делать с этим погрузчиком? Окей, мы катаемся, мы едем, едем, у нас все хорошо. По идее, мы сейчас едем в ту же подворотню, нет, из которой мы выехали, или как это все сейчас будет происходить? Я не знаю, я не знаю, как с него теперь выйти. Зачем я сюда приехал? Офигеть. Может, не надо было, кстати, приезжать сюда. Я не знаю, зачем он мне, зачем... Ну, теоретически, я понимаю, мне нужно подняться. Камера, спасибо тебе отдельно, блин, большое. То, что ты выбираешь очень неудобные углы. Вот, серьезно, это проблема, наверное, всех графических новелл, включая такую замечательную, как вот Black Set, то, что камера не даст тебе посмотреть по-человечески никуда. Вот, причем, как поднимать что-то этим самым погрузчиком, никто, естественно, не хочет рассказать ничего. Интересно, с какого чекпоинта я начну, если вдруг сольюсь. Зачем я еду туда, мне туда не надо. Об этом даже говорит удаляющаяся камера. Говорит, чувак, нафига. Нево, судно называется, может быть, или Женева, или как оно, честно. Сейчас я подъезжаю прямо к этой лошади. Мне это не... Опа! Если тебе нужна тишина, шум твой, друг. Врезаться я не могу. Или могу. А назад я, кстати, очень медленно еду. Не, врезаться я в эту штуку не могу, к сожалению. Интересное кино. Хорошо. Имеешь в виду, что если можно постучать по этой штуке, он сюда придет. Мы сможем там пройти, или что ты имеешь в виду. Или у нас был шанс застегнуть его врасплох. Как-то там залезть, не знаю. Ну, он здесь уже, он за углом. Я не хочу к нему выходить. Вот интересно, что он не слышит вот это пип-пип. Вот это тоже интересно. А проблема немножечко в другом. Слезть с погрузчика теперь? Я не могу. Никакими буквами. То есть, по идее, мне нужно... Стать в нужную куда-то, а это где-то как-то... Я не знаю, будем сейчас разбираться. Черт, я себя сейчас очень глупо чувствую. Будем с вами, будем честны. Я не знаю, куда этот погрузчик надо перетащить. Как его поднять? Я думаю, возможно, нужно подтащить и вот сюда. Чтобы мы могли каким-то образом где-то перепрыгнуть. За счет того, что мы поднимем палету. Это все глупо. По крайней мере, мне так кажется. Надо было просто доехать. Спасибо. Ой, блин. Просто скрипты срабатывают автоматически. Жаль, жаль. Я только что потратил несколько минут довольно драгоценных на... Ну ладно, ладно. Идея сама по себе хороша. Плохо то, что нас никоим образом не подтолкнули к тому, что и как делать. Игра очень сильно заскриптована. Как бы если бы ладно, было бы логично что-то сделать. Покрутить камеру, выкрутиться. Но наброситься и двигаться с места. А почему я не набросился на него? Возможно, потому что я попробую сделать все по-тихому. Возможно, если бы я набросился, док узнал бы о том, что мы здесь были. И это оборвало бы наш след. Кстати, как вариант. Под такую музыку только, блин, по крышам лазить. Согласен. Опа, атмосфера здесь довольно романтичная. Могла бы быть, если бы не дождь. Что это такое? Это щит. А вот это мне уже может помочь, чтобы наброситься на него, если что. Забери его с собой, пожалуйста. Красиво. Забери револьвер, Black Set. Блин, теперь мы не узнаем, что там второе наверху было. Хотя, возможно, второе это была тоже какая-то оружка, с помощью которой... Убери от него револьвер хотя бы раз... А, о, вот это хорошая идея, вот это хорошо, вот это здраво. Лошадь можно вырубить таким образом. Если что, ребят, записывайте на будущее. А вот это неплохо. Я надеюсь... Он, конечно, дурачок, и он нас в прошлый раз подставил. Но я надеюсь, он сейчас-то понимает, в принципе, что происходит. Чтобы он нас... Чтобы не накосячил, тут было бы хорошо. Я был бы этому очень рад. Ну, коняка. Поговорим. Ты у нас индейец, судя по всему. Ну, типа, мастанг, мустанг, свободные прерии. Было бы логично, чтобы он был индейцем. Ну, давай осмотримся. Что же скрывается в этом месте? Гил. Гилу приказано убить меня. Я знаю. Согласно этим документам, склад принадлежит канадской компании, которая занимается импортом. Канадская компания, импорт. Давай слазим. Почему бы и нет? Честно, Блэксот. Вот здесь бы очень понадобилось, чтобы ты ходил с револьвером. Я был бы за тебя гораздо спокойнее. Потому что я уверен, что у Дока тоже есть оружие. О, тут жил этот, собственно, конь. По поверьям, он защищает детей во время сна, улавливая в свою паутину все зло. Угу. Тотем. С двух частей. Похожен на тотемный столб племени Аджибве. В таком случае наверху должен быть журавль. Не верю в тебя, сынок. На складе, в порту есть чердак, набитый индейским предметом. Потому что коньяк у нас индейец. Это же понятно было. Если я не ошибаюсь, эти благовония используются во время очистительных ритуалов. Да. Это труп... Это томагавк. Ты про томагавк ничего не хочешь сказать? А вот это что? А, понятно. Карточка. Спортивная. Так, стоп. Это можно покрутить. Ага! А, черт, карточка. Ай, блин, жаль. Я думал... Ну, хорошо. Мы узнали, что коньяк-индеец теперь уже наверняка. Давайте с лезьми посмотрим. Интересная фишка, что он перестраховывался и жил явно на чердаке. Хотя мог бы жить в этой конторке и всякое такое. Но там на чердаке ему было удобней. Это значит, что он явно параноил. Ну, это понятно. Он преступник и все дела. Опять же. Но он очень сентиментален. У него есть фотография отца. И отец его любит. Ну, или, по крайней мере, любил, если вдруг он сейчас уже мертв. Посмотреть тут можно что-нибудь? Нет? Тут есть диван, кстати, явно удобный. Есть телефон. Давайте позвоним. Смирнову, конечно. Смирнов наш братюня. И я не собираюсь его кидать. Я очень сожалею, что я его обманул тогда в больнице. Это был мой косяк. Смирнов, причал 36. Встретимся через час. Блэк Сэт? Если ехать от Монгомери, шестой склад, выходящий на море. Что происходит? И кавалерию прихватите. Это хорошо. Все эти герои-одиночки. Просто, ну, я исхожу из того, что Смирнов наш союзник. Что он не заодно с ящером. Ну, я ставлю на это. Очень хочется в это верить. Что это? Я понимаю, что тут все может быть выкручено. И все может быть не тем, чем кажется. Но мне хочется доверять Смирнову. Не знаю почему. Это же здесь не зря можно подергать. Или это первый аппарат, второй аппарат. Есть же еще и третий. Я туда к тем деревяшкам тоже сейчас подойду. Да, вот есть третий. Давайте его подергаем, если есть возможность. А третий подергать возможности у нас нет. Или я просто неправильно подхожу. Конечно же. Ой, блин. Игра, прекрати, пожалуйста. Это тоже не открыл. Ну, хорошо. По крайней мере, мы подергали. Мы попробовали. Вот видите, вот такое вот отображение дикое. Иногда. Повесить трубку. Больше позвонить некому. Ну, по крайней мере, ребят. Это происходит в тех фильмах, где герой такой лезет один, не дождавшись подкрепления. Его схватывают. Кстати, перчатка ни о чем нам не говорит. Нет. Вот. И потом его схватывают и всякое такое. Я каждый раз такой думаю, блин, чувак, почему ты не вызвал подкрепление? Ты же там детектив, полицейский. Не знаю кто. Так, это то, что я сейчас сделал. Я вызвал подкрепление. Мне пофиг на все. Мне нужно, чтобы Блэксад остался жив. Мне кажется, доктор очень опасный тип. Блин, я здесь столько времени уже убил, просто так ходя. Доктор очень опасный тип. Он явно все очень тщательно продумывает, очень тщательно планирует. Еще один вопрос тогда. Почему он не убил... Может, ему не надо было убивать этого... Ну, пса-боксера. Забыл, как его зовут. Ель. Еля. Точно. Хм. Хм. А что, хм? Ну, явно питания не хватает. Или чего-то еще. Так, посмотрим. Здесь можно это, здесь можно то. Нажал-то такой на кнопочку. Ну, хорошо. Попробуем поговорить с нашим дрожайшим. Коняйшим. И даже не думай кричать. Я и говорю-то с трудом. Давай мы тебя просканим по-бэринькому. Мы можем увидеть что-то одно. Что же? Амулет. Похоже на наконечник стрелы. Да. Конь, который работает. Наконечник стрелы. Да. Вот это явно с этим сочетается. Судя по всему, Гилл, североамериканский индейец. И я почти уверен, что женщина на фотографии его мать. А, это мать. Пардоните, ребятки. Матери всегда верят в своих сыновей. А знаешь, кто всегда в тебя верит? Твоя мать. Моя мама никогда не теряла веры в меня. А я ведь давал ей кучу поводов, когда был маленьким. Я был малолетним преступником, я прогуливал уроки, я был главным задирой в классе. Наверное, вот это. Я больше времени проводил в кабинете директора, чем на уроках. Я был крупным котом, поэтому всегда отыгрывался на тех, кто поменьше. Маме как-то удалось заставить меня доучиться и поступить в колледж. Но и там я давал ей мало поводов верить в меня. Я связался с плохой компанией, я редко ходил на занятия. Вот, вот это. На первом курсе я редко ходил на занятия. Очевидно, что второкурсником я так и не стал. А потом случился Перл-Харбор. Меня призвали и отправили в Европу. Я был безжалостным солдатом, я был непокорным, я был трусливым. Ха, давайте вот так. Я никогда не выполнял приказов. И меня разжаловали и отправили домой. Но когда я вернулся, я стал парией. Ветеран и изгой, которому просто не следовало возвращаться. И все равно мама никогда не прекращала. Я тоже сражался на той войне. Там и познакомился с Митчеллом. Меня использовали, как и многих из моего народа. А потом нас просто выбросили. Похоже, я правильно пошел. Когда Митчелл предложил мне сделать это впервые, я сказал ему проваливать. Я хотел наладить дела, но в итоге мне пришлось умолять его. Мне не нравится Митчелл. И то, что он заставляет меня делать. Дело работает на Митчелла, хоть терпите. И та немецкая крыса мне тоже не нравится. Но сильнее всего мне не нравлюсь я сам. Мне не нравилось то, чем я занимался на войне. И не нравится то, что я делаю сейчас. Угу. Ты знаешь, каково это убить друга ради выполнения задания? Угу. Вот, понятно, кто убил муравьеда. Мама, я мама всегда считала, что я заглажу вину и начну заново. Угу. Что за ключ? От чего он? Дружище, подскажи мне. Возможно, пора мне так поступить. Номер три. Номер три. Нам явно дали понять, что это здесь. Так. Ну, вот опять. А, это просто издевательство. Карл. Ну, номер же три, блин. А, ну сбоку, типа. Там, где было хм. Давай сюда. Чё-то, 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 чё-то. Офигеть, это тайник. Ох, ты же, ёшки-то, матрёшки. Причём то, что парень индеец, я сказал вам ещё, просто увидев его на входе. Но для этого понадобилась дедукция, ладно. Просто логично, по выбору животного, который выбрали под этот персонаж, было понятно, что он индеец. Нееет! Вот он, по-моему, сейчас накосячит где-то. Я не хочу, чтобы он косячил. Чё это такое, вот эта открытка, блин. Ёшки-матрёшки. Так, там можно глянуть, я не знаю, войти, не войти. И сюда можно войти, не войти. Короче, блин, ладно. Это что-то основное, да? Блин. Печально, если это основное. Давайте я попробую сюда заглянуть сначала. О! Жилище! Что?! Ты кто такая?! Аходи! Эй! Ты плохой! Всё хорошо! Не бойся, малышка! Брунхильда? Э-ээ... Не бойся меня! Не бойся меня, ладно? Бите! Не хотеть больно! Она запугана до чёртиков. Театр... Она испугалась. Битте, не хотеть больно! Театр масочных кукол. Взять кукол. Может, она так поговорит? Через носочную куклу хотя бы? Такой театр. Давным-давно... Жила-была хорошенькая маленькая девочка. Прекрасная принцесса. Храбрая морячка. Хорошая маленькая девочка. Давным-давно жила-была маленькая хорошенькая девочка и звали её... Брунхильда! Привет! Меня зовут Брунхильда и я очень счастлива! Сказала Брунхильда. А потом Брунхильда, у которой было такое красивое имя... Очень красивое! Очень красивое имя познакомилось с кое-кем особенным. О! И кто же это был? Безумный доктор, очень забавный котик, очень мерзкий ящер. Очень забавный котик по имени Джон. Я очень забавный котик и меня зовут Джон! Привет, котик Джон! Мне очень нравятся забавные котики! Привет, Брунхильда! Раз уж ты такая хорошая, я тебе помогу! Выбраться из клетки, из печи вкусных пирогов, надуть цветные... Выбраться из клетки. Выбраться из клетки... Найм! Грустно! Ты говоришь какие-то глупости, котик Джон! Так в чём же ты мне поможешь? Блин, надуть цветных шариков. Надуть много-много цветных шариков. Я люблю шарики! Шарики какого цвета нравятся тебе больше всего? Ого, это очень трудный вопрос. Но ведь, котик Джон, это же самый простой вопрос в мире! Давай я покажу тебе, как это просто. Мой любимый цвет шарика... Синий? Блин, это неправильно, да? Синий! Ого, Брунхильда! Именно это я и собирался сказать. Бернт! Бернт? Бернт... Джон... Брунхильда... Брунт! Друзья, друзья, друг, да. Ду играть... Их смотреть! Ладно. Привет, Бернт! А почему ты в маске? Бернт... Газ! Держак противока. Что ж, пожалуй, нам пора выбираться отсюда. Что скажешь, Бернт? А ты, Брунхильда, может ты... Значит, теснет. Пусть спит. Мне нужно еще зайти сюда. Бернт... Так... Это очень странно. Честно, ребят, я не знаю, что за девочка. Может, вы уже кто-то... Список имен. Он как-то связан с химикатами? Перечеркнуто... Боби-Ель. Перечеркнуто Боби-Ель. Спэррол или Спэнноу. Стоп-стоп-стоп, я видел там, вверху что-то... Опасно не курить. Ага. Я вас понял. А пламя здесь... Неприемлемо. Питер Лоуэ, Билет Бентон, Дэни... Боби-Ель. Элен Мур. Крейг Спэн... Спэрроу, Спэнноу, Александр Вуд. Офигеть! Лоботеря повесения, пузырьки, таблетки, семена и спортсменов. Да, есть такая тема. Ать, это я заберу и никогда больше не открою. Ха-ха-ха. Хм... Ага. Пленка. Нам надо открыть экран. Надо открыть проигрыватель. И посмотреть пленочки. Видосики. Время для видосиков. Хе-хе. Брунхильда вроде написано, если я правильно понял. Пациент. Крыс. Брунхильда Грюн. Лечение. День. 1514. Способность пациентки, члены раздельной речи, продолжает уменьшаться. Теперь она лишь время от времени может произносить случайные слова на немецком языке. Складывается впечатление, будто она вернулась назад во времени, причем не только из-за снижения когнитивных функций, но и потому, что она, очевидно, забыла все, чему научилась после прибытия в Америку. Деградация тканей продолжается. И тем не менее, из-за значительного снижения дозы бензилпротина и повышения дозы анупроприина, мы наблюдаем трехпроцентное замедление упомянутой деградации. Выставить эксперименты. Более того, и это, пожалуй, лучший результат на сегодняшний день, пациентка демонстрирует незначительное восстановление речевой функции. Это немного, но все же, мы на верном пути. Надежда еще не потеряна. Медицинские опыты на девочке. Ну, в общем-то, мы это так и поняли, если что. Блин. Медицинские опыты. Наверное, все-таки сюда мне нужно было подойти в начале. Я подумал, что здесь будут какие-то... Ну, здесь важные, конечно, вещи, я не спорю. Но мне казалось, что в такой лаборатории должно содержаться основное. А я вообще думал, что это как эта кладовка или что-то такое, не знаю. Так, больше мы тут ничего сделать не можем. Ну что ж, забираем. Да пойдем уже, что с тобой делать. Если я ее оставлю, по-моему, там нас встретит макак. Или ты ее просто на кровать хочешь... А, ты ее просто на кровать хочешь положить. Я что-то на секундочку подумал, что мы ее вообще заберем. А она потеряла сознание или что с ней осталось? Почему у нее глаза открыты? Или она умерла? Или что происходит? Сюда я пройти никак не могу. Так... Хорошо. Игра. Что мне делать? Иногда это не вполне очевидно уж, извините. Здесь тоже ничего. Я сейчас еще вернусь туда, в лабораторию, видимо, мне надо будет... Опа. Карточка. Вот, я же говорю, к сожалению, из-за того, что вот далеко не всегда очевидно, бывает, что подсвечивается, что не подсвечивается. Не везде мы можем пройти, видите, мы вот так вот запутываемся и... А что это у нее под рукой? Ладно, пойдемте. Раз уж макак пошел за нами, почему его до сих пор нету? Вот, что мне еще интересно. Черт, он может нас там просто запереть сейчас. Каждый раз после этого происходит сохранение, если что. Так, а других фильмов у нас там нету? Там же есть еще ролики, нет? Или это единственное, что мы можем посмотреть? Похоже, единственное. Приходится крутить камерой. Но пока что толку я с этого не вижу особенного. Тут какие-то вещи для экспериментов. А, я теперь могу отсюда, с этого склада, взять другие фильмы. Все, что-то глюканул, извините. Пациент. Крейг Спеннел. Спеннел. Лечение. День. Ноль. Пациент. Пожилой игрок в бейсбол. Потерял скорость, силу и ловкость из-за естественных процессов старения. Пациент жалуется на сильную боль в правой лопатке, которая, скорее всего, является следствием старой травмы. К сожалению. Из-за происхождения травмы хирургическое вмешательство не рекомендовано. Выбранная нами терапия преследует две цели. Снять болевой синдром, вызванный последствиями травмы, чтобы пациент продолжил выступать, не страдая от симптомов. И помочь пациенту восстановить физическую форму, потерянную из-за естественных процессов старения, вернув его в спорт высших достижений. Для этого ему назначается ежедневный прием сильнодействующих опиоидов, а также лечение. День 128. До сих пор терапия проводилась успешно по всем направлениям. Пациент больше не чувствует боли, когда задействует правую руку, благодаря чему может бросать мяч без страха. Кроме того, физическая форма пациента может не только сравниться с той, которая была у него на пике карьеры, но и превосходит все ожидания. Моторика и концентрация пациента значительно улучшились. Минуточку, они делают стероиды. Единственный побочный эффект – легкая эйфория, которая наблюдается в течение первых трех часов после приема и проходит спустя 4 часа, после чего у пациента начинаются перепады настроения с приступами легкого тремора. Лечение. День 341. Состояние пациента значительно ухудшилось. Периоды эйфории и повышенных физических возможностей становятся все короче, а периоды последующей депрессии и слабости становятся длиннее. Кроме того, у пациента наблюдается выраженный тремор и тахикардия. Хоть мы и достигли всех терапевтических целей, нам придется прервать лечение, чтобы избежать нанесения непоправимого вреда физическому и психическому здоровью пациента. Угу. Лечение с пену. Так. Улучшил свои спортивные результаты благодаря допингу. Да. После приема препарата здоровье с пену стало значительно хуже. Улик достаточно. А, да. Ф2. Значит. Митчелл один из олимпийской пятерки пытался... Нет. Та-та-та-та-та-та. Оборотов... Пузырьки с спортсмена и с пену. И... Вот это вот. Точно. Митчелл наживается, продавая препараты для улучшения спортивных результатов. Продают препараты спортсменам. Ну, да. Они продают допинги. Собственно, на этом Митчелл допинг, чтобы они могли улучшить свои результаты. Мы можем еще продедуктировать. Убийство данное было очень тщательно. Так, это не то. После приема препарата здоровье с пену стало значительно хуже. Продают спортсменам допинг, чтобы они могли улучшить свои результаты. Один из олимпийской пятерки. Ну, скорее всего, вот это и... Вот это? Точно. Самое плохое в схеме Митчелла не то, что она нелегальна или неэтична, а то, что он ничуть не задумывается о здоровье спортсменов. Да, допинг губит здоровье. Опасные медицинские препараты. Препараты Грюна обладают нежелательным побочным эффектом для спортсменов. Да. Окей. Ну, естественно, проводят они испытания эти вон, в том числе и на ребенке тоже. Все. Пленку я больше не могу никак посмотреть. С пену. И как раз его-то мы сейчас и встретим, да, я так понимаю? Вон там за дверью. Ну, пойдемте, пойдемте. Ммм, да. Да-да-да-да-да-да, он здесь. Мы же это знаем и так. Гирилл, ты же знаешь, тебе сюда нельзя. Ты же знаешь, тебе сюда нельзя. Ублюдок, мне стоит тебя убить прямо здесь. А, я, я не знаю. Ты не знаешь? Ты уничтожил карьеру с пену. Сколько Митчелл тебе платит? Во сколько же Митчеллу обошлась твоя душа? Дело не в деньгах. Все дело в Брунхильде, моей дочери. Дочери. Она родилась с дегенеративным заболеванием. Это редкое состояние, похожее на синдром Ангельман. Науке известно всего четыре подобных случая. И ни один из пациентов не дожил до пяти лет. Это, конечно, серьезно все солидно. Но я просто не мог сдаться. Я продолжил исследование. И кое-что нашел. Ее состояние не улучшилось. Но, в общем, такое же лечение, примененное к здоровым людям, увеличивало их выносливость. На короткое время. И улучшало рефлексы. И еще, кажется, повышало болевой порог. Каким-то образом в Рейхе прознали про мои эксперименты и попытались заставить меня создавать суперсолдат. Да, в том самом Рейхе. Мы говорим про Берлин конца 30-х годов. Так, интересно, а какой у нас сейчас год 10? Я сбежал вместе с Брунхильдой и прибыл в вашу страну. Но американские военные тоже про меня узнали. Всю войну я испытывал разные препараты на солдатах. Стоит отметить, что некоторые из них оказались очень эффективными. Когда война закончилась, мои эксперименты запретили. Мне закрыли доступ к нужным медикаментам, и Брунхильде стало хуже. Понятно. Но потом Бог послал мне Ангуса Митчелла. Мы встречались во время войны, и он пришел предложить мне сделку. Я должен был делать препараты для спортсменов, а он бы их продавал. С новыми заработками я смог оплачивать лечение Брунхильды. Угу. Что вы еще хотите от меня услышать? Имя Еле встречается дважды. Вы сохранили жизнь Брунхильде, но цена высока. И какой же долгосрочный эффект от... Вот это мне сейчас интересно. Я обратил внимание на то, что имя Еле стоит в списке спортсменов дважды. И один раз оно вычеркнуто. Почему? Я не знаю. Несколько месяцев назад Митчелл сказал мне подготовить таблетки, которые бы ему подошли. Но неделю назад он сказал мне остановиться. А позавчера приказал делать их снова. По поводу таблеток. Потому что он опять выйдет на бой. Куда он смотрит? Сзади меня, Мартышка. Ай! Нет, не Мартышка. А где Мартышка тогда? Не стоит сожалений, Джош. Тебе нужно было сказать правду, чтобы защитить Брунхильду. Я поступил бы так же. Заканчивай собираться и перестань себя мучить. Спасибо, Ангус. Я быстро. О, милая. Тебе нравится жить здесь? Да, и мне. Но нам придется уехать из-за этого плохого кота. Да, милая. У нас будет новый дом. Красивее этого. Там тебе будет лучше. А теперь иди к папе, милая. Поцелуй его. Давай. Поцелуй его. Он их там запрет. Я... Мне жаль, Джош. Но... Мы же старались, да? Хм? Что? О чем ты, Ангус? Там огнеопасно. Черт. Жаль, что дошло до этого. Блин, сейчас будут кютешки, и у меня будет мало времени. Это будет отвратительно. Ангус, в чем дело? Прощай, Джош. Офигеть. Я мог этого избежать? Надеюсь, ты доволен, сукин сын. Они были хорошими, но... Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Это того стоило. Где мартышка, так его через так? Я только сейчас увидел пробел. Есть. Оказался запертым в подвале. Мартышка нас всех тут запер. Противогаз выиграет мне немного времени. Да, точно. Вопрос лишь в том, сколько его будет. Я забыл, что противогаз, елки-палки. У меня там стекло разбито с противогаза. Он промазал? Я надеюсь, что он промазал. Я сюда Смирнова пригласил. Он должен быть здесь. Он должен быть здесь. Спэнел? Спэнел только что побежал туда. Да фиг с ней, с этой ящерицы, беги! Беги, Блэксэн! Туда, конечно. Какая нафиг дверь? Спэнел побежал туда. Он явно знает, что ему туда. Я бы дверь все равно не смог открыть. Я бы задохнулся. Лезь, пожалуйста, пожалуйста, Плэксэн! Откуда тут лестница? Мы ее не видели все это время, потому что камера не поворачивалась так, как надо. Жму, 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 жму! Блэксэн, давай, 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 выкарабкивайся, дружище! Все это время надо жать, я тебя понял. Чтобы... Жму как могу, блин. Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай! Пролазь, побыстрее, пожалуйста! Крэйг Спэнел, Спэнел, вентилятор больной рукой, вентиляционный шахтепл пузырек с именем Спэнел. Ах, это много информации. Интересно, могло быть по-другому? Могло ли быть по-другому? А вот куда вела эта лестница, теперь я понял. Крэйг Спэнел вернулся! Скучали без меня? Эйфория! Он только что выпил бутылку. Кто хочет увидеть ховра? Ну да. Но он уже просто на последней стадии. И эйфория, и превышение сил длятся у него буквально несколько минут. Блин, будет жаль, если он тоже сейчас отъедет. Нет, нет. Пожалуйста, живи. Уже полиция здесь! Я сделал все. Но он не выжил, да? Спэнел умер вскоре после восстановления сил. Да. Но я сделал все, насколько я мог. Раз, два, три, четыре. Ящерка с Спэнел и доктор с дочкой. Да. Не убивайтесь. Вы сделали все, что могли. Он выживет? Врачи говорят, да. Его нашли без сознания у двери в подвал. Что? Без сознания. Гилберт работает на Митчелла. Спэнел. Митчелл один из... Та-та-та-та-та-та-та-та. Вот это. И вот это. И... И вот это. Он его запер. Он его запер. Вот что случилось. Ну, да, ИГИЛ заблокировать дверь в подвал, чтобы убить Митчелла. Полагаете? Это серьезное обвинение. Это точно или просто очередная ваша теория? Это теория. Это просто теория. Будем надеяться, мы добьемся от него правды. Я не сомневаюсь, я просто... Он был замешан в предыдущих убийствах? Но это понятно, что он был замешан, не задумываясь. Офигеть, вот это мы сложили схему. А что если Рэндал Ли по приказу Митчелла убил его же напарник Гил? Очередное серьезное обвинение. Вы уверены? Да, да, да. Потому что он сказал, что убил друга. Да. Все указывает именно в этом направлении. В том числе и моя интуиция. Подождите. Разве Митчелл не мог убить Рэндалла? Наверное, они сказали своему заключение. Так. Митчелл промазал дважды. Рэндалла убил снайпер, а он был плохим стрелком. Да. Значит, он дважды промазал, стреляя в упор, а потом умудрился попасть прямо в лоб с другой стороны улицы? Нет. Снайпер, который убил Рэндалла Ли, это не Митчелл. Да. Пожалуй, вы правы. Но мы все еще не знаем, что же стало причиной смерти Крейга Спэнелла. Мы знаем, к сожалению. Значит, в вентиляции мы нашли это. Спэнелл умер. И он остановил вентилятор больной рукой. И еще таблетка давала силы. В этом нет никаких сомнений. Спэнелл принял препарат из лаборатории, и тот убил его. Понятно, но если это правда, сколько еще спортсменов в опасности? Много, очень много, все. И еще важнее, кто они? Бобби Йелли это тоже касается? Записывайте их имена. Я всех не видел, но запишите эти имена. Питер Лев, Ксавье Чейнс, Эллен Мур, Билл Голдман, Майлз Бентон, Александр Вуд, Джейкоб Зиглер, и да, Бобби Йель. Спасибо. В этот раз спасаем жизнь, а? В любом случае, спасибо за звонок. Я уже начинал было подозревать, что вы больше никогда не доверитесь полиции. Доверяю копам, доверяю вам. Я не доверяю копам, я доверяю вам. Эй, Джон, сюрприз. Мог бы и дать наводку другу, как думаешь? Или мы друзья только, когда я помогаю тебе? Блин, надо было ему позвонить. Жаль. Берите его отсюда. Почему? И почему не перевели? Блин, я подставил его. Я понимаю, что он был надоедливый малый. И тут без перевода. Когда the war ended, Mitchell convinced Groen to use his super-soldier drugs on elite athletes. Somehow, Dunn found out about Mitchell's scheme. So when Mitchell heard that Dunn was on to him, he ordered Randall Lee to kill him and frame Yale for the murder. Then, he made Randall search Dunn's house and the gym for any incriminating evidence he might have had against him. The poor cleaning lady died almost by chance. When you stuck your nose in the case, he tried to scare you by sending his thugs to give you a beating. Так и было. And that didn't work. He asked Randall Lee to finish you off on the gym rooftop. But Randall not only failed, he got captured. So Mitchell ordered Gil to put a bullet through his head, which only made Gil upset. You kept getting closer and closer to the point of discovering his headquarters. When Mitchell realized he was cornered, he burned his bridges by setting the lab on fire, along with Dr. Groen and his daughter. Gil saw the opportunity to get back at Mitchell. So he blocked the only exit, so that he would also die in the fire. Did I leave any loose ends? Есть немного. Но не беспокойтесь. Я разберусь с этим. Так что спасибо за все. Жалко, что не перевели сейчас этот кусок. Очень обидно. В классическом нуаре раскрытие дела никогда не приводит к счастливому концу. Детектив всегда остается с горьким чувством. С чувством, что пока он не взялся за дело, мир был лучше. Был, чувак. И сам он был лучше. Тоже верно. Ну, выкладывайте! Иногда я просто не могу удержаться. Что вы хотите от меня? Я рассказал Стоуну все. Что ему нужно дать Елю победить. Что иначе Алири уничтожит карьеру Элен Мур. И что карьере Мур все равно придет конец. Когда Америка узнает, что ее любимица принимает допинг. Я вам не верю. Не может быть! Кто вас послал? Сегодня? Никто. А если бы я вам и поверил, что бы это изменило? Если я не сделаю этого ради нее, как я смогу смотреть ей в глаза? Разве мы сможем оставаться вместе? Думаете, вы сможете остаться вместе, если вы проиграете титул, а ее обвинят в употреблении допинга? Я хотя бы буду знать, что попытался. Или тишите своего честного имени. Можете оказаться в тюрьме, вы уничтожите свою карьеру. Я знаю, как вы стали чемпионом. Вы забрались на вершину честное. Вам не помогали ни Олири, ни допинг. Боже, да вы, пожалуй, единственный честный спортсмен, которого я встречал за последнее время. Прошу вас, не позвольте им этого изменить. А для вас главное быть профессионалом, да? Ну, дружище, ты хоть и туповат, но если ты реально честен... Дело ваше. Но поверьте мне, ваш менеджер-убийца. Бегите от него как можно дальше. Эй, Блэксет! Я подумаю. Почему мы в итоге пошли именно к нему? То есть он не был таким ярким персонажем. Журналистами подставили. Жаль. Но я не знаю, был ли у меня выбор. Если бы я позвонил журналисту, смог бы я потом позвонить еще раз Смирнову. И почему после того, как я позвонил Смирнову, я не смог позвонить журналисту? Еще один такой маленький минус графических новелл, что они специально драматизируют некоторые моменты. То есть по-настоящему ты сделал бы по-другому, наверное. Ель подтвердил. Дан узнал, что Митчелл давал Бобби препараты. Именно из-за этого они и поругались в день убийства. Вообще-то я тогда был чист. Не принимал уже несколько дней. Я не хотел идти по этой дорожке. Поэтому у тебя были проблемы с сердцем. Я хотел быть как Джо. Но он все узнал. Он не поверил мне, когда я сказал, что ничего не принимаю. Но ты же снова к ним вернулся. Только после его смерти. Без них я бы не справился. Но от препаратов у тебя случилась паническая атака. Да. Да. Но с тех пор я чист. Митчелл дал тебе таблетки, когда заходил в госпиталь. Да, вот-вот-вот. Отсюда и чудесное восстановление. Точно. Ты собираешься принимать их перед боем? Не надо. Не делай этого, Бобби. Как бы я должен был ему советовать? Кто-то должен спасти клуб. Я в долгу перед Джо и перед Соней. И тетушкой Мэри. У Тор похватит денег спасти клуб. Твой отец никогда бы так не поступил. Ты должен... Вот это вот. Твой отец никогда бы так не поступил. Что? Я рассказал еле все, что знал о смерти его отца. Не могу понять, как он это воспринял. Как и не могу связать это с таинственной гибелью Десмонда Олири. Ого! Олири? Олири? Офигеть! Его убили. Вот это... Офигеть! Я думал, что он настолько... Ну, есть такие неприкасаемые. То есть, Олири, по-моему, был как раз таким. Знаете, ребят, начиная эту серию... Я не думал, что... Ну, как бы у меня сейчас стойкое ощущение того, что игра заканчивается. Но начиная эту серию, я не думал, что это будет последняя серия. И вы сейчас, если это реально последняя... Вы это смотрите, вы знаете, что это последняя серия. Но я вот... Тон и Ель не избавили меня от горького чувства. Мне нужен был друг. Он был в бешенстве, когда я не дал ему наводку, но отошел, когда я угостил его молочным коктейлем. Хоть так. Хоть не возненавидел меня. После вихря коррупции и убийств только дружба могла примирить меня с этим миром. Только она могла заставить меня поверить в человечество снова. Только она могла очистить мою душу. Только она и деньги. И деньги. Я рад, что мы не закрутили шуры-муры с нашей клиенткой. Это было бы глупо. Я пару раз сделал неправильные решения, которые ввели нас на сближение, но мне не хотелось этого делать. И я надеюсь, что мы сейчас с ней встретимся, да? Или нет? Или где? Или что? В стандартном нуарном романе Ели Стоун были бы наказаны за нарушение правил. А Соня добилась бы справедливости. Но это реальный мир. Как детектив, раскрывший дело, я должен был просто получить свой чек и заняться своими делами. Приятно с вами познакомиться, мистер Блэксет. Мистер Торпу будет с минуты на минуту. Подождете его? Он не сказал, почему опаздывает? Он не сказал, почему опаздывает. Он будет через минуту. Пожалуйста, садитесь. Ну, хорошо. Кстати, Торпу я до сих пор почему-то не доверяю. Он очень крупная шишка, он богат. Не знаю, неприятный тип. Хотя он с нами разговаривал нормально, он не давал никаких намеков, не доверять или не любить его, но... Сколько бы крученых мячей судьба ему не подавала, он всегда умудряется приземлиться на ноги. Когда он был восходящей спортивной звездой, война положила конец его карьере. И он стал героем войны. После войны он не стал кем-то вроде Гила или меня. Он стал элитным спортсменом, звездой из зала футбольной славы. Когда несчастный случай приковал его к креслу, он добился успеха в рекламе. Ну, оно-то да... А что за дверь? И это что за дверь? А это что такое? Когда я в прошлый раз забирался на крышу небоскреба, у меня были совсем другие ощущения. Я пришел не за награды, я пришел карать. У нас есть две двери. А, вот, есть. Вот я хотел посмотреть на картины. Панда-боксер, прикольно. Эллен Мур. Эллен Мур его клиентка. Макгилс, Зиглер, Копи, Шан Тортон. Тортонен спортсмен для рекламных кампаний. Новая улика. Улика. Стойте, а может это еще и не конец игры? А с чем я это могу соединить? Ну-ка. Может с этим списком? Точно. Нет, это невозможно, но... Что если Торп как-то замешан в девятках ничего? Вот я об этом же. Мистер Блэксет, мистер Торп прибудет позже, чем ожидалось. Но он настаивает на встрече с вами, если вам удобно. Ладно. Если поможете мне побороть скуку. Это не входит в мои обязанности, но... Стоп. Это еще не конец игры. Если бы на моей коже были такие пятна, смог бы я оставаться тем же? Или меня звали бы по-другому? Скорее всего. А на что мы должны посмотреть? На дневник? Точно. Сэм Мерик. Делано. Соня. Джон Блэкса. 14.00. Ужин с мэром у Роджера. Встретимся при... Причислены в его ежедневнике. Ну хорошо, он так просто открыт. Джон и... Та-та-та-та-та-та. Ежедневник. Митчелл. Что если так? И вот это. Точно. Если мое предчувствие меня не обманывает, где-то в ежедневнике Торпа должна быть упомянута и встреча с Митчеллом. Ага. Так, ребятки, знаете? Хорошо. Вот это мне нужно. Вы давно работаете на Тима Торпа? Почти три года. И, надеюсь, буду работать еще долго. Агентство с Левелин... Та-та-та-та-та-та-та-та. Вот это. В агентстве в последнее время не случалось ничего странного? В мою смену нет. Самое странное, это, пожалуй, скучающий и задающий кучу вопросов детектив. Вы не знаете, когда прибудет, не припомню дату нашей первой встречи. Тут, понимаете ли, у меня небольшая проблема. Чтобы понять, сколько мистер Торп мне должен, я должен вспомнить, когда я начал на него работать. Но я не могу. Вы случайно не записали? Это совершенно точно было не в мою смену. Я бы запомнила. Сейчас посмотрю. Она будет листать, мне нужно быстро смотреть. Майлз Бентон, конгрессмен Уэллс. Слопяник и обед с губернатором у Кэт. Слопяник и обед с губернатором у Кэт. Так. Ничего. Ну-ка. Джон Дан не назначил. Дан был здесь за два дня до смерти. Почему Торп никогда не говорил об этом? А вот... Простите, но вашего имени здесь нет. Когда я пришел, из дверей как раз выходил Джо Дан. Подождите-ка, кое-что вспомнил. Когда я приходил, из дверей как раз выходил Джо Дан. Ну, нет. Вам не было назначено. Хотя, я могла и забыть вас вписать. Мистер Дан обычно очень вежлив. Но тогда выходил в сильном смятении. Даже двери в кабинет мистера Торпа хлопнул. Ладно. Теперь я знаю, что должен попасть в офис Торпа. И он даже не попрощался. Да. Это было именно в тот день. Вы меня не помните, потому что, когда я увидел, как выбегает Дан, я пошел за ним. Я, в общем-то, так и не вошел. Конечно. Это все объясняет. Не сомневаюсь. Итак, раз уж мистер Торп прибудет не скоро, я думаю, я могу прогуляться по залу. Нужно поддерживать форму. Ай, дуреха. Ну же, Торп. Скажи мне, что в твой офис можно попасть и другим путем. Да, ребятки. Мы подзадержались немножечко. Я думал, что все идет к окончанию. Но, блин, все получило неожиданную развязку. Я хочу узнать, что дальше не меньше, чем вы. Но серия дофига затянулась. Давайте мы его будем заканчивать. И это не последняя серия. Круто. Я очень рад. Все, ребятки. Давайте. Увидимся в следующей серии. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем молодушек. И всем пакет. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok